Маленькой Таисии всего несколько дней. Она спокойно лежит на руках мамы и ждет, пока ее покормят. Для Натальи Флегонтовой в перинатальном центре все знакомо. Ее первый ребенок появился на свет тоже в этих стенах. Очень благодарна медицинскому персоналу, что помогают. Первый раз меня прям научили, что, как, к чему, как подходить к ребенку, как его кормить, упеленать. В каждой больнице, поликлинике или фельдшерском пункте чаще всего с пациентами общается именно медсестра. А ведь пациенты бывают разные. Конечно, на страже человеческого здоровья стоит целая команда, состоящая из врачей, сестерок, кушерок и даже технического персонала. Это командная работа, призванная сохранить здоровье, а зачастую и спасти жизнь. Мы находимся в детской реанимации. Сюда попадают недоношенные дети. Вот в таких кюветах происходит их выхаживание. Самый маленький ребенок, которому здесь спасли жизнь, весил чуть более 500 граммов. В такой же реанимации буквально через стену сейчас лежит сын Екатерины Шуйской. Он родился раньше срока, на 31 неделе. Вес малыша составлял 960 граммов. За две недели, благодаря усилиям врачей и медсестер, мальчик прибавил в весе. Сейчас он составляет почти килограмм 300 граммов. Екатерина постоянно приходит в реанимацию к своему первенцу. Они с мужем очень хотели мальчика. Их мечта исполнилась, но до выписки еще очень далеко. Но молодая мама не отчаивается. Она уверена, что ее настроение передается сыну. Поэтому настроена позитивно. Здесь в детской реанимации работают замечательные специалисты. Для таких маленьких деток самое главное – это постоянная забота и внимание. Из-за этого медицинских сестер, наверное, можно назвать вторыми мамами для таких маленьких деток, которые были рождены раньше срока. Они своим оптимизмом вселяют не только деткам, но и нам, родителям, веру. Из-за этого огромное им спасибо. По словам врачей, главное, чтобы ребенка доставили в реанимацию. Здесь уже все под контролем. Благодаря вот таким современным аппаратам происходит насыщение кислородом, контролируется сокращение сердца, еда и лекарства поступают с определенной скоростью в зависимости от назначений. Не менее важно поддерживать тепло и определенную влажность. По словам заведующего детской реанимации Максима Баскевича, все это делают медсестры. Они же могут забить тревогу, если с ребенком что-то не в порядке. Только после этого эстафету берут врачи. Максим называет медицинских сестер настоящим спецназом реанимации. Ведь здесь дети не могут даже самостоятельно питаться. Они просто невозможно съесть то количество, которое им необходимо для того, чтобы дорасти и не потерять в массе тела и так далее. Поэтому таких детишек мы кормим парентерально. То есть, что это значит? Через вену. Через вену им вводятся все необходимые питательные вещества. Это жиры, белки, углеводы, витамины, микроэлементы. Они получают абсолютно все. И, безусловно, это энтеральное питание, предпочтение мы отдаем гурному молоку. Старшая медсестра гинекологического отделения Ирина Пономарева в профессии почти 20 лет. Она с детства мечтала помогать людям. Ее рабочий день начинается в 8 утра. Помимо всего прочего, она следит за тем, чтобы ее подчиненные достойно выполняли обязанности. Ирина уверена, в медицине случайных людей не бывает. Ведь это не профессия, а образ жизни. Всегда хотела помогать людям, помогать женщинам в первую очередь. Работаю в гинекологическом отделении. Я помогаю женщинам обрести счастье мутеренством. Дарим им надежду на то, что когда-то они услышат заветное слово «мама». Благородство, самопожертвование и доброта – это далеко не все качества, которыми обладает современная медсестра. Кроме того, помимо уколов, капельниц и выдачи лекарств, представители этой профессии должны обладать серьезными техническими знаниями. На новом оборудовании не так-то просто работать. А еще медсестра должна быть хорошим психологом и разносторонним человеком. Высокая квалификация у этих медицинских сестер – это люди, которые имеют несколько сертификатов специалиста. Это люди, которые заканчивают, получают высшее профессиональное образование сестринское. То есть они заканчивают помимо колледжа и наш медицинский университет. В перинатальном центре работают неравнодушные люди. Зачастую спасать приходится сразу две жизни. Как правило, сюда привозят женщин с патологиями или преждевременными родами. Умение успокоить и поддержать здесь тоже немаловажно. Старшая медсестра перинатального центра Елена Алешина дорожит каждым из своих подчиненных. Она неполнослышки знает, насколько эта профессия тяжела. Моя трудовая деятельность началась одновременно с открытием областной детско-клинической больницы. Я пришла туда в отделение патологии новорожденных детей. Работала процедурной медсестрой. Работа была очень интересная, очень мне нравилась. И до сих пор я с такой ностальгией по-доброму вспоминаю. Медицинские сестры привыкли ко всему. Бессонные ночи, проведенные рядом с чужим ребенком, в итоге оборачиваются благодарностью родителей. К маленьким пациентам тут отношение особое. Здесь борются за каждую жизнь, поэтому и результаты впечатляют. Мария Руда и Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова